Как сделать так, чтобы к вам приходили лучшие сотрудники индустрии? Как удерживать этих лучших сотрудников? Как мотивировать и сколько им платить? Обо всем об этом поговорим в этом видео. И с вами iBegXO. Давайте начнем с самого глубокого корня. Начнем с владельцев, предпринимателей. Когда нет развития у предпринимателя, наступает депрессия. Как это выражается? Он сначала недоволен результатами компании. Также недоволен он самим собой. И, соответственно, настроение портится. Он приходит на работу, получает отчеты. Он недоволен отчетами, недоволен сотрудниками и начинает везде лезть. Проверяет меню, он недоволен меню. Потом доходит до технологических карточек. И потом недоволен технологическими карточками. И так углубляются до мелочей. И он в целом недоволен. И это недовольствие дальше перераспределяется в личное поле, в личную зону предпринимателя. Он недоволен дальше женой, семейными своими обстоятельствами, родственниками, друзьями, там, в целом потом и со своей жизнью. И вот она, здравствуй, депрессия. И многие знают, что лучшее средство на депрессии – это новые знания и развитие ресторатора или предпринимателя. Вы, как владелец, можете столкнуться с такой проблемой, которая плохо осознается, несмотря на то, что вы явно намного умнее, чем своих сотрудников. А как вы думаете, сотрудники ресторана в отсутствии развития попадают в депрессию или нет? Конечно, да. Только у них это по-другому проявляется. Я часто слышу от владельцев, когда они говорят, вот мои сотрудники приходят на работу только отработать свое время и вообще не заинтересованы в развитии. И я, когда у них спрашиваю, у вас есть инфраструктура для развития, есть система обучения, они говорят, вот мы там кого-то когда-то нанимали, один-два раза там проводили обучение, дальше уже не проводят. И когда я говорю, в каждом ресторане должно быть обучение, тренинги, мастер-классы, дегустации, экзамены, тесты, и мне говорят, что это очень дорого, и они не могут себе позволить. А на самом деле это не так. Вообще это стоит небольших денег, вообще я бы сказал, это мизерная сумма со сравнением с тем, что вы получите. Как это сделать, я вам сейчас расскажу на пальцах. Чтобы подготовить любого человека, нужно 21 день обучения. Будь это повар, будь это официант или другой сотрудник зала. У нас официанты, допустим, учатся 21 день, и после этого они присутствуют в мастер-классах, дегустациях, тренингах и так далее, и поддерживаются их знания. И это решает вопрос, как это сделать прямо на пальцах. Вы берете месячный календарь, берете одну неделю, и начинаете определять дни, когда у вас будут проходить тренинги и мастер-классы. Всего два раза в неделю. В одном месяце максимум может быть пять недель. Если это пять недель, два раза в неделю, это 10 тренингов в месяц. Пять из них могут проводить ваши поставщики через своих тренинг-менеджеров или торговых представителей. Это может быть поставщик кофе, чая, соков, сиропов, водки, виски, вина, продуктов, мяса и так далее. И они придут, вам расскажут, покажут, дадут попробовать вашим сотрудникам и дадут новые знания вашим сотрудникам. Остальные пять занятий проводят ваши сотрудники. Управляющий администратор, менеджер зала, старший официант, шеф-повар, су-шеф, технолог или другой сотрудник, который может поделиться с сотрудниками за какими-то вот интересными знаниями, которые понадобятся в их работе. Также темой для обучения может быть какие-то проблемы в ресторане, которые вы хотите решить, и один сотрудник подготавливает презентацию и проводит также тренинги. И таким образом вы на целый месяц закрываете цикл обучения. Представьте себе, что ваш сотрудник 21 день обучился, и каждую неделю два раза у него обучение. Он начинает получать знания и начинает развиваться. Он понимает то, что если он пойдет куда-то в другое место, он останется без этих знаний. Ваша задача организовать весь этот процесс. Давайте немножко математики. Давайте посчитаем, сколько это обойдется. Обязательно надо награждать за лучшие тренинги этого месяца ваших сотрудников, отдавать им грамоты и какие-то награждения в конце месяца. И так у нас будет 5 грамот для наших сотрудников и 5 грамот благодарственные письма для ваших поставщиков, компаньонов, кто у вас проводит тренинги. И себестоимость грамоты, там рамки, посчитайте сами, я не буду в это углубляться. Соответственно, вам нужно 10 грамот и обязательное награждение. Дальше у вас идут затраты на продукты во время дегустации. Допустим, вы 4-5 блюд дегустируете в один день дегустации и готовите во время дегустации где-то 20 порций, для того, чтобы всем хватило. Порция одного блюда это 100 рублей. Средняя себестоимость любого блюда в ресторане это 100 рублей. Вот 20 порций вы приготовили, это 2000 рублей в одной неделе. Соответственно, каждую неделю 5 недель это 10 тысяч рублей в месяц. Плюс мы сюда добавляем примерно где-то 5000 рублей на наши грамоты. И вот мы получаем 15 тысяч рублей в месяц расхода на обучение и развитие сотрудников. И представьте себе, за 15 тысяч рублей в месяц вы начинаете выстраивать у себя систему обучения, инфраструктуру развития для ваших сотрудников, которую они никакого в другом компании не получат. Это сущие копейки по сравнению с тем, сколько люди тратят за поиск, найм сотрудников, платят HR компаниям, Headhunter, Madhunter, еще пытаются удержать, повышают специально заработные платы и так далее. Но в отличие от предпринимателей, рядовые сотрудники, они работают не только из-за денег. И вы должны понимать, что многие лучшие сотрудники не уходят из-за денег. Они готовы были работать даже с среднюю зарплату по городу, если у них была бы мотивация развития, рост в этой компании, если бы они видели, куда они растут. Просто наши предприниматели настолько заняты с собой, они об этом не задумываются. И потом сталкиваются с теми проблемами, что нет сотрудников, и они хотят кто-то на стороне, кто-то им обучил и дал профессиональных сотрудников. Вот я готов заплатить. А в городе нет места, где их обучают, где их выпускают. Но все хотят опытных сотрудников. Поэтому получается, что за лучших сотрудников идет конкуренция, борьба, и вынужденно все повышают заработные платы. А можно было бы просто выстроить систему обучения и начать обучать даже с нуля всех сотрудников. И это было бы очень круто. Если вы работали или работаете в какой-то компании, напишите в комментариях, что вас удерживал в этой компании помимо денег. Когда вы создаете такую систему обучения сотрудников, вы начинаете плисосить с рынка лучших кадров, которые есть в вашем городе. И вам об этом сильно кричать тоже не придется, потому что ваши сотрудники начнут хвастываться между своими, что вот они вот так вот развиваются, вот они там у них постоянно проводят какие-то мероприятия, и им очень интересно, и начинают сами вдохновлять своих же друзей, коллег, знакомых. И они тоже захотят. И вы с этим получите поток людей, которые приходят на вашу компанию. Хантить никого особо и не придется, они будут приходить сами. Вам необходимо добиться того, чтобы ваши сотрудники гордились тем, что они у вас работают, чтобы у вас было такое прям очень хорошее условие. Пусть даже ваши сотрудники хвастаются всем остальным. Если вы добились этого, вы уже в системном уровне решили вопрос с сотрудниками. Система обучения в ресторане – это не только удержание лучших сотрудников. Это еще основной драйвер роста выручек. Например, если ваш официант обучен, вы ему еще придаете уверенность в себе. Уверенный человек красиво презентует блюдо и продает 2-3 раза больше, чем другие люди. Просто носильщики или новые сотрудники. И представьте себе, вы не только платите деньги, даете работу, но и даете человеку уверенность развития, рост вашей компании. И очень будет тяжело вас на кого-то заменить из ваших конкурентов. И тогда, даже когда ваши сотрудники уходят в другие места работать, они будут проситься потом возвратиться к вам, потому что там тоже сидит другой предприниматель. У него там также задач выше крыши. У него нет времени думать о сотрудниках. И поэтому сотрудники будут проситься к вам вернуться. Как вы можете определить, что в ресторанах никто не занимается, или там нету системы обучения, тренингов и так далее? Когда вы у официанта просите, посоветуете мне что-нибудь вкусненького, что отвечает официант? У нас все вкусно. Если ответ официанта вот такой, вы можете быть уверены о некомпетентности владельца, управляющего, администратора, менеджера и так далее. Почему? Потому что такой официант, это не официант. Перед вами носильщик. Он просто говорит, что записывает, пробивает и вам приносит. А хорошие опытные официанты, они сразу задают вам вопросы, что бы вы хотели, салат, суп, горячее. Или у них на готове уже есть, из салатов можете заказать вот это, из супов я вам рекомендую вот это взять, из горячих блюд возьмите это. Если вы еще дополните туда вот таким вот десертом, таким бы напитком, у вас будет превосходная трапеза. И если вы даже скажете, а мне не нравится вот это вот блюдо, у них на готове уже замены. Тогда я вам предлагаю заменить вот этим вот блюдом. Таким образом они очень быстро принимают заказ, профессионально как бы обслуживают и делают несколько раз больше выручек, чем другие. Также я вам расскажу, как быстро понять, что сотрудники страдают фигней на работе, они не загружены, они не профессионалы и не профессионально управляются. Обратите внимание, если сотрудник приходит к домашней проблемам и обсуждают между своими сотрудниками, значит вот это основной эффект. Если каждый сотрудник приносит на работу свою проблему, представьте себе, количество проблем умножьте на количество сотрудников, и вы получаете просто отвратительное место работы, потому что они просто между собой жалуются. и это говорит о том, что ваш бизнес, ваш ресторан идет к деградации. А вам надо добиться совершенно обратного, когда они должны быть настолько загружены, что вообще ни на что не остается времени. Они домой приносят задачи с работы и дома решают, дома приходят, обсуждают только работу, они живут только с работой. Вот тогда вы получили и достигли того результата, который вам необходимо. Если наоборот, то это печально. Поэтому, когда у вас налажена система обучения, вы получаете хорошие результаты компании. Когда результаты компании хорошие, вы довольны этими результатами, вы довольны со своими сотрудниками. Когда вы довольны со своими сотрудниками, вы уже довольны меню, техкартами, со всеми остальными. Также вы довольны со своей женой, со своими родственниками, друзьями и целым своей жизнью. И вот это для предпринимателя является счастье. Для тех предпринимателей и рестораторов, которые хотят развиваться, у нас есть обучение по открытию ресторанов, по управлению ресторанами, по масштабированию ресторанов. А также есть отдельное обучение для владельцев ресторанов. И кому актуально развитие, вы можете оставить заявку, менеджер с вами свяжется и подробно расскажет. Напишите свои вопросы, пожелания в комментариях под этим видео. На следующих роликах я вам отвечу. Поставьте лайк и колокольчик, и мы с вами встретимся в следующих роликах. С вами был iBegXO.